Барометр Программу поддерживает BestCredit.ee BestCredit.ee Паримат рахолахендусет Персоналселт Синуэриле BestCredit.ee Эрилайнуд Всем привет, это Барометр, меня зовут Андрей Титов И в ближайшие полчаса мы, как обычно, будем говорить о том, что происходит в мире экономики И как это оказывает влияние на нашу жизнь А разговаривать будем с членом правления BestCredit Станислав Кузнецов Привет, Стас Здравствуй, Андрей Похоже, сбывается китайское проклятие, которое звучало так Чтоб ты жил в интересное время Действительно, в интересное время мы живем И коронавирус, тот кризис, который разразился в связи с этим Наложил отпечатки на все сферы нашей жизни Если мы говорим об экономике, то возникает масса вопросов Что делать с инвестированием, как быть с кредитами Что происходит на рынке недвижимости Ну, давай попробуем хотя бы по верхам пробежаться Ну, давай, по пунктам посмотрим Давай начнем с кредитной деятельности Потому что это, в общем-то, один из твоих непосредственных бизнесов То, чем ты занимаешься И что происходит вообще в принципе в кризис Ну, наверняка мы можем вспомнить и предыдущий кризис Разразившийся в 2008-2009 году Правда, тогда ситуация была несколько иная И сегодня все чаще можно услышать о том, что эти два кризиса сравнивать вообще нельзя Как ты считаешь, можно? Любые кризисы можно сравнивать на самом деле Потому что идет определенное падение Меняются настроения людей, меняются настроения в бизнесе, в экономике, в государстве Ну, тогда у нас казалось, что это такой долгосрочный процесс То есть все к этому шло, об этом много предупреждали Вот это случилось, и выходили мы из него постепенно и достаточно медленно Сейчас это произошло неожиданно Еще полгода назад никто предположить не мог Совершенно верно Тут мы можем говорить о разнице в механизмах самого кризиса То есть они действительно отличаются В основе прошлого кризиса лежало перекредитование То есть и, скажем, достаточно сильно изменилась тогда политика банков Сейчас кризис связан с неожиданной остановкой Частичной остановкой определенных экономических процессов Они связаны там с карантинными мерами, с закрытием границ, с самоизоляцией Ну и так далее и тому подобное То есть они немножко разные Тогда была проблема в том, что возникла большая неплатежеспособность банковской системы Ну и, соответственно, производных финансовых инструментов И в основе того кризиса лежала проблема с финансами Потом они повлекли определенные экономические последствия Сейчас все случилось в раз И непосвященному человеку может показаться, что проблем-то, в общем-то, нет Давай сейчас отменим чрезвычайное положение Все вернутся на работу, все начнет работать так же, как и раньше И проблем с неплатежеспособностью не возникнет Но на самом деле все гораздо глубже Вопрос, насколько будет долго идти, скажем, процесс вот этой, скажем Восстановления Ну, назовем вот коронавирус Насколько долго будет идти процесс выхода из этого кризиса Связанный непосредственно с распространением болезни как таковой После этого будут определенные последствия В целом, если все займут так или иначе свои места рабочие В течение полугода, например, после того, как, например, отменят вот этот эреолюкорт И люди начнут возвращаться в привычную жизнь То есть, если через полгода, повторюсь, люди вернутся на свои, в течение полгода на свои позиции То так или иначе экономика начнет постепенно восстанавливаться Понятно, этот процесс связан с очень большим перечнем разных аспектов Которые мы просто в формат передачи не успеем поместить Хорошо, давай по частям разберем, что называется эту головоломку В случае с кредитованием, что происходит во время кризисов? С одной стороны, кажется, что сейчас людям не до того, чтобы брать на себя дополнительные обязательства С другой стороны, если у них проблемы с ликвидностью То есть, не хватает денег именно здесь и сейчас То единственный способ это занять Нет, ну, кредит никогда не должен быть средством решением проблем То есть, кредит не должен использоваться для того, чтобы покрывать ежесекундные нужды То есть, для похода в магазин или для существования Кредит все-таки призван существовать с другими целями Что касается основной ситуации с кредитованием как таковой То я могу тут сказать, что она в любом случае В кризисные процессы, процессы каких-то охлаждений экономических и так далее Так или иначе, конечно, само кредитование приостанавливается Оно не такое активное По той простой причине, что если активно сейчас кредитовать То, соответственно, у кредитных организаций, прежде всего банков, возникнут достаточно большие риски То есть, они никому не нужны, они не сыграют хорошую роль на перспективу Что касается оценивания заемщиков, то, конечно, нужно максимально подходить сейчас консервативно Потому что, действительно, бездумное кредитование, оно, наоборот, может еще усугубить ситуацию А банковская политика сейчас и вообще политика всех кредитных институтов Больше нацелена на то, что сохранить кредитный портфель в достаточно стабильном положении То есть, не допустить каких-то сильных провалов по проблемным кредитам То есть, помогать и так далее Сейчас задача сохранения кредитно-банковской системы Нежели кредитование или нету кредитование Держать все сферы жизни под контролем не так уж и сложно Бест Кредит. Бизнес-кредиты на все случаи жизни Сейчас многие банки, по крайней мере, объявили о том Что они готовы предоставить клиентам, попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса Так называемый кредитный отпуск От полугода до года он может длиться Предполагает обычно, что проценты по кредиту все равно выплачивать нужно Не нужно выплачивать основную часть кредита Но и это существенно уменьшает нагрузку ежемесячной выплаты По состоянию на 12 апреля банкам в нашей стране было подано около 10 тысяч ходатайств О предоставлении отпуска по кредиту 70% из них частным лицам И из них большинство это жилищные кредиты При этом данную ситуацию не считают какой-то катастрофической, критической Потому что это не считается большим количеством ходатайства О платежных отпусках, о кредитных отпусках Что ты на этот счет скажешь? Я могу сказать, что банки так или иначе Кстати, продолжение прошлого вопроса Так или иначе используют инструмент платежного отпуска Для поддержания стабильности работы Вот этого кредитно-денежного механизма И самого кредитного портфеля как такового Который является основой Основой работы кредитных учреждений банков И что касается платежных отпусков То естественно любой банк всегда будет заинтересован в том Чтобы выдать платежный отпуск Нежели спустить этот кредит в такую некую пропасть проблем То есть платежный отпуск это инструмент отсрочки Ты сказал, что дает платежный отпуск по основной части Где выплачивают 100% В основном это механизм, который применяют банки Мы, например, готовы давать и отпуск по процентам В то же время могу сказать, что и банки готовы давать отпуск по процентам Но менее охотные То есть вопрос договоренности Вопрос совершенно договоренности Вопрос обстоятельств Если возникают какие-то объективные обстоятельства Например, домохозяйство терпит Какие-то там финансовые проблемы Предприятие терпит какие-то убытки и так далее Соответственно это оценивается И тогда можно выйти на платежный отпуск по процентам А вот, кстати говоря, как это оценивается? Приходит к тебе клиент, и как ты решаешь, предоставить ему платежный отпуск или нет? То есть ты должен убедиться, и он должен предоставить веские основания, что именно из-за коронавируса сейчас он потерял свой доход, или он может просто воспользоваться нынешней ситуацией, для того, чтобы получить отпуск? Всегда есть люди, которые просто воспользуются, потому что платежный отпуск – это, по сути, дофинансирование в определенном смысле. Есть люди, у которых действительно есть объективные причины для этого. Ты будешь сюда капаться на причину? Нет, вопрос как бы подхода. То есть мы готовы дать этот платежный отпуск, в принципе, любому сейчас, кто к нам обратится. Но вопрос того, насколько он ему необходим. Если человек, например, с доходов сейчас ничего не потерял, а просто пытается воспользоваться, то с ним будет проведена какая-то беседа. То есть с какой все-таки целью, например, зачем? Потому что любой платежный отпуск – это в перспективе увеличения нагрузки, так или иначе. То есть это отсрочка платежей. Если по процентам, то тогда, соответственно, интересы могут быть капитализированы, и сумма общая к возврату в перспективе будет выше. А вот в перспективе, как раз на днях тут в Вяри Пяев у меня попалась на глаза статья, где человек рассказывал о том, как он попросил у банка платежный отпуск. И если до этого он по своему ипотечному кредиту выплачивал 900 евро в месяц, то ему пересчитали, что после предоставления годового отпуска он должен будет чуть ли не 2000 в месяц выплачивать. То есть получается, что возрастает потом сумма ежемесячных платежей, или можно просто растянуть во времени этот кредит? У кредиторов достаточно огромный перечень инструментов, о которых на самом деле много не говорят. То есть начинают с простых платежных отпусков, а закончить можно чем угодно. То есть когда приходит продвинутый клиент, у него больше шансов для того, чтобы получить желаемое. Совершенно верно. Тут вопрос даже не продвинутый, а какой завязывается диалог банка. То есть можно просто отослать заявление, специалист посмотрит, вот такой отпуск, другой согласится. Другое дело, можно обратиться к тем экономическим аспектам, которые влияют на домохозяйство или бизнес, посмотреть какую-то реструктуризацию или, скажем, некую переделку существующего договора, существующего графика и оптимизацию его под конкретную ситуацию. То есть можно удлинить платеж, можно перенести процентные выплаты на конец срока кредитования, можно их раскидать и капитализировать тело кредита. Инструментов, честно говоря, миллион. Вопрос исключительно подхода. Понятно, что крупные банки и так далее, они не будут настолько персонализированно подходить, потому что объем поступаемых ходатайств достаточно велик. Поэтому у них выработан определенный системный подход. Вот мы системно по трафарету даем так. Если, соответственно, есть какие-то другие пожелания, мы можем это обсуждать. Мы, конечно, по сравнению с банками более маленькая организация, соответственно, у нас есть возможность индивидуально подойти. То есть мы сразу смотрим, действительно клиенту необходим платежный отпуск, хватит ли ему платежного отпуска по основной сумме или ему нужно предоставить платежный отпуск по процентам. То есть у нас достаточно это гибко, и мы можем на три месяца, на полгода предоставить отпуск. И, как ты заметил, действительно нужно поставить клиента в курс дела о том, что в будущем платеж этот может вырасти. Потому что неоплаченные капитализированные сдержки по обеспечению данного кредита, они переходят по какому-то графику на перспективу. Соответственно, то, что переходит на перспективу, также можно каким-то графиком изменить. То есть нагрузку оптимизировать под реальное состояние дела. Я, конечно, не давал бы сейчас прогнозов на год экономических, но, например, на три месяца, на полгода можно какие-то прогнозы давать и, соответственно, подстраивать платежные графики под именно ту ситуацию, которую мы сейчас видим в краткой и среднесрочной перспективе. Если, как вот сейчас, такой, пожалуй, наиболее вероятный сценарий, что чрезвычайное положение будет продлено как минимум до середины мая, а, скорее всего, до конца мая, а потом все-таки отменят, и мы начнем выходить из этого, то все равно какое-то время потребуется на восстановление нормального течения вещей. То есть все равно нам потребуется, ну, сколько? Полгода, восемь месяцев, год. Абсолютно. То есть сейчас сложно взять все отрасли экономики и сказать, что здесь будет хорошо, здесь будет плохо. Ну, понятно, кто-то пострадал больше, кто-то сильнее. Это достаточно требует анализа, и, соответственно, и подход в тех же самых платежных отпусках, графиках, кредитовании, дополнительных кредитований, в реструктуризациях кредитных договоров, в каких-то программах оптимизации кредитно-денежных отношений нужен все-таки индивидуальный подход и все-таки обращать внимание на те отрасли, в которых работает клиент, или в какой отрасли находится конкретный бизнес и так далее. Где докредитовать, где-то изменить график, где-то оптимизировать, где-то убрать вообще платежи, например, ну, такой сектор, как, предположим, туризм, ну, не может он работать сейчас. Авиация не может работать. Сектор развлечений. То есть, совершенно верно. То есть, либо, тут вопрос стоит, ну, для банковской системы понятно, банк будет готов, скажем, эти активы держать в определенном хорошем состоянии, он будет давать эти платежные отпуска настолько, насколько это возможно. Вот, в принципе, банк от этого ничего не проигрывает, он в итоге зарабатывает. Что касается уже вот поддержки этих секторов, это уже отдельная тема для разговора, потому что либо там все поставить на них крест, либо решать, каким образом их там субсидировать, поддерживать и так далее. Ну, чтобы они работали. Хорошо, я предлагаю тогда не решать сейчас макроэкономические проблемы, поговорим о том, что ближе простому человеку. Инвестирование. Многие начинают все продавать, потому что нужны деньги, остаются без средств к существованию, хотя мудрый инвестор в период кризисов, наоборот, скупает, потому что цены на активы падают. Кризис – это всегда возможность заработать. Как бы это ни некрасиво там звучало. А кризис, естественно, какая-то стоимость актива начинает падать. Обесценивается, возможно, какие-то ценные бумаги, недвижимость и так далее. То есть есть возможность зайти на позицию внизу, соответственно, через какое-то время, год, два или три, я не знаю, сколько продлится этот выход, соответственно, заработать достаточно серьезные деньги. Поэтому, в принципе, само понятие инвестиция, инвестирование, оно и есть инструмент оживления экономики в перспективе. То есть тогда, когда люди поймут, что мы пришли на некое дно, соответственно, они начнут, там те же инвесторы, у которых есть свободные средства, проявлять интерес к покупке конкретных активов. То есть и этот интерес будет, соответственно, подпитывать рынок и позволять ему возвращаться на докризисные позиции. В принципе, если посмотреть на то, что сейчас на Таллинской бирже происходит, то там примерно такое движение есть. То есть акции компаний в цене падают, причем достаточно существенно. Некоторые там и на 60% упали. При этом общая капитализация вот этого, так сказать, рынка, она растет, потому что инвесторы прикупают. Совершенно верно. То есть рынок сначала начал падать на эмоциях, то есть начался вырабатывать маржин коллы, то есть начали инвесторы закрывать свои определенные позиции. То есть закрывая, закрывая, провоцируется, соответственно, некая, ну, назовем ее там простыми словами, паника. Соответственно, идет сброс. Когда сброс доходит до определенного предела, появляются те, которые готовы, как бы, и понимают, что, возможно, будет коррекция, спекулировать, то есть вкладывать на уже более низких позициях, то есть средства инвестировать. Соответственно, идет возврат. Потом опять провоцируется какая-то паника. То есть рынок, он сам по себе непостоянен, волатильный. В данной ситуации идет какая-то там дивергенция на понижение. И, соответственно, на понижении тоже зарабатывают. Потому что в каждом понижении есть элементы коррекции. А вот простой пример. Заходим мы в свой интернет-банк, проверяем свои пенсионные накопления. И видим, что они у нас стоят на глазах. Если еще два месяца назад там было условно и 10 тысяч в пенсионном фонде моем, то сейчас у меня осталось 8. И есть риск, что к середине мая эти 8 превратятся в 7. Вот что здесь делать? Спокойно переждать или предпринимать какие-то действия? Пенсионный фонд, регулируемые учреждения действуют по определенным правилам. Но нужно не забывать, что порядка от 85%, я, может быть, ошибаюсь, на пару-тройку процентов, 85% наших пенсионных средств, пенсионных фондов, это деньги, инвестированные на западные рынки капитала. То есть фондовые рынки в основном и так далее. Поэтому, если там идет падение стоимости этих активов, то, соответственно, это отражается на самом пенсионном фонде, на его производительности, на стоимости его паев. Поэтому не исключено, что сейчас 8 тысяч у тебя будет ноль, а может быть, будет потом 20 тысяч. Вопрос тех фондовых управляющих и тех трейдеров и так далее, и глобального рынка, которые занимаются управлением конкретных средств. Но вот тут вопрос, дилемма, которая встает перед человеком. Допустим, из второй пенсионной ступени сейчас пока деньги вытащить нельзя. Еще у нас не вступили в силу те изменения, которые политики хотели провести. Но из третьей ступени деньги вытащить можно. И вот кажется, ну пускай у меня было 10 тысяч, осталось 8. Если я сейчас эти 8 заберу, я должен буду заплатить государству 20% подоходного налога, но хотя бы не все потеряю, чтобы не было того самого нуля, о котором ты говоришь. Вопрос в том, что пенсионный фонд в данной ситуации является как раз посредником между тобой и рынком капитала. Соответственно, ты можешь как напрямую работать с рынком капитала, как через посредника. Вот этот инструмент пенсионного фонда, это по сути посредник, который аккумулирует эти средства и создает вот эти накопления, добавляются государственные проценты и так далее. То есть тебе возможность выбора, либо выйти и закрыть свою позицию через посредника, или если бы ты работал напрямую, ты просто продал бы акции какие-то. Либо переждать вот этот, скажем, провал, кризис, или как его еще можно назвать, и, соответственно, ждать выхода других котировок уже, то есть и конкретно стоимости паев инвестиционного фонда. То есть мне кажется, я не могу, конечно, прогнозировать, то есть рецессия может продлиться достаточно долгое время, но так или иначе рынки цикличны. И мы в любом случае придем к тому, что то, что сейчас стоит 1000 евро, завтра будет стоить 2000 евро. Это я еще не говорю про программу количественного наслабления, на простом, понятном языке, печатания денег. Здесь надо, наверное, просто иметь в виду, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и здесь действительно не нужно сеять панику после того, как в какой-то очень краткосрочной перспективе что-то произошло в лучшую сторону. Паника сама по себе вообще очень плохой инструмент. Паника и влияет, по сути, на рынки, на деньги, на стоимость недвижимости, на какие-то еще стоимость каких-то активов и так далее. То есть паника – это всегда сброс. Сброс активов, соответственно, слишком большое предложение поступает на рынок. Соответственно, слишком большое предложение, спрос недостаточный, цена начинает катиться вниз. Поэтому лучше не паниковать. Держать все сферы жизни под контролем не так уж и сложно. Бест Кредит. Бизнес-кредиты на все случаи жизни. У нас постоянно говорилось о том, что наиболее стабильной и надежной инвестицией является инвестирование в недвижимость. Есть свободные средства, купите себе однокомнатную квартиру и сдавайте ее себе спокойно. Но опять же, нынешний кризис, который разразился внезапно, неожиданно, пришел, казалось бы, из ниоткуда, он показал, что и по рынку аренды недвижимости это очень сильно ударило. И те, кто покупал квартиры с целью инвестирования, чтобы сдавать, столкнулись с тем, что у арендаторов просто нет денег. Они тоже просят платежный отпуск, снижение цены или просто съезжают и не могут платить? Тут я могу сказать, как человек, участник такого бизнеса, где есть много объектов недвижимости и есть арендаторы. И к нам тоже поступают сигналы от арендаторов, что у нас нет денег, мы не хотим платить. То есть здесь так же, как с банком, нужно разобраться, действительно ли это правда. Второе, предоставить возможность профинансировать или отсрочить эти платежи. Возможно, где-то и снизить аренду, если такая возможность предоставляется. Но нужно понимать, здесь я скажу в защиту арендодателя изначально, что те же самые арендодатели в основном, это те, кто имеют какие-то обязательства перед банками и так далее. Не каждый собрал денег и купил квартиру или какой-то офис на сдачу в аренду. Поэтому здесь вопрос исключительно индивидуальный. И в защиту арендатора я могу сказать, что да, если действительно возникли проблемы, нужно тогда прийти с доказательством, с какими-то удостоверяющими ситуацией документами, показать арендодателю, вот у меня действительно экономические проблемы, прошу пересмотреть тот же самый график возврата, сделать какой-то отпуск, сделать какую-то отсрочку и так далее. Но не провоцировать панику, потому что паника здесь влияет всегда негативно. То есть она начнет распространяться некая тенденция, что все начнут бежать и спрашивать снижение аренды. Соответственно, инвесторы будут, и вообще цены на недвижимость начнут идти в другую сторону. Они все равно куда-то пойдут, вопрос только с какой скоростью и в каком направлении. И все-таки, несмотря на то, что сейчас у нас произошло, как ты считаешь, инвестиции в недвижимость, они по-прежнему являются самым надежным инструментом? Он достаточно надежный, потому что недвижимость-то слово не двигается. То есть так или иначе, цены на нее могут быть и в период кризиса волатильными достаточно, но на долгосрочной перспективе, даже не среднесрочной, а долгосрочной перспективе, все равно она выйдет на те же самые позиции. И это точно. Прогнозы дела неблагодарные, конечно, но по моему ощущению, что если сейчас переждать вот это падение и не паниковать, не сбрасывать эти цены и вести себя более разумно, конструктивно, исходя из конкретных возможностей ситуации и так далее, переждать этот сложный период, потому что он так или иначе закончится, то через год-два, может быть, пойдет больше времени. Мы вернемся на те же самые позиции, а даже более высокие позиции. Но опять же, возвращаясь к разговору об инвестициях, если кто-то сейчас посматривает в сторону рынка недвижимости с теми или иными мыслями, то, наверное, можно дать простой совет. Сейчас не лучшее время, чтобы продавать, но сейчас, может быть, не сейчас сразу, не вот в середине апреля, когда мы разговариваем, а вот через несколько месяцев будет хорошее время для того, чтобы покупать. Но это и есть один из аспектов, естественно, регулирования рынка, поскольку сейчас спрос, соответственно, на всю недвижимость, про которую мы сейчас говорим, упал. Соответственно, есть вероятность того, что определенная группа застройщиков начнут цены снижать. Есть вероятность, или каких-то продавцов, которые вынуждены продать, могут снизить цены. Возможно, стоит переждать. Возможно. Но слишком долго с этим тоже не стоит затягивать. Потому что если сейчас летом мы преодолеем проблему с развитием вот этого кризиса, связанного с коронавирусом, то так или иначе появится очень много интересантов, которые, наоборот, скажут, вот сейчас время покупать. И тогда уже, соответственно, цены начнут возвращаться. Дай бог, конечно, это случится в ближайшее время. Может это, конечно, быть позже. Но сейчас действительно потребитель держит такую осторожную позицию и в плане инвестирования в недвижимость. Посмотрим, насколько она будет долгосрочной. И напоследок, может быть, предупредим наших зрителей о том, что кризисное время, оно всегда способствует увеличению количества мошенничеств. И сейчас уже отмечена такая вот волна, которая пошла, только используют какие-то новые схемы. Допустим, если раньше с какого-нибудь литовского номера могли позвонить бабушке и сказать, что ее внук попал в аварию, и поэтому нужно сейчас срочно перевести денег, чтобы его не упрятали в тюрьму, то сейчас точно так же могут этой бабушке позвонить и сказать, что, например, ее внук нарушил правила нахождения на карантине, и за это его ждет крупный штраф. Здесь я могу только сказать, не надо вообще ни с кем разговаривать. Потому что... То есть соблюдать изоляцию во всех смыслах этого слова. Всегда, всегда, в период кризиса, там, не знаю, войн или каких-то еще катаклизмов, всегда появляются те, кто на этом хочет по-левому нажиться. Есть хорошая поговорка, да, кому война, кому мать родна. Совершенно верно. Поэтому звонит кто-то, ну, зафиксировать его номер и спросить, кому он звонит. Зачастую ведь люди начинают отвечать и даже не понимают, с кем они разговаривают. И когда задаешь вопрос, кому вы обращаетесь, они даже не могут назвать имя, кому они делают этот звонок. Соответственно, здесь нужно быть осторожным, фиксировать, кто позвонил, с какой целью позвонил, кому обращение этого звонка, ну и так далее, и тому подобное. А вообще просто не вестись на эти всякие глупые вещи, потому что мошенников всегда будет много, к сожалению, во времена каких-то, особенно во времена каких-то проблем. И единственный способ борьбы с ними – это не реагировать. Если кто-то начинает навязчиво каким-то образом себя вести, то, соответственно, нужно передавать эти материалы, там, номера, там, все, что угодно. Все, что угодно удастся получить в процессе разговора. Вот эту информацию передавать просто даже в полицию. То есть это все-таки действенный метод будет. В общем, одним словом, нам и так всем приходится сейчас непросто. Давайте не усложнять свою жизнь и не быть слишком доверчивыми. Вот такой разговор у нас сегодня получился со Стасом Кузнецовым, членом правления Бесткредит. Спасибо. Андрей, спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. Как обычно, раз в месяц мы говорим о том, что происходит в экономике и как это сказывается на нашей жизни. На сегодня все. Меня зовут Андрей Тестов. До встречи. Программу поддерживает Бесткредит Ели. Держать все сферы жизни под контролем не так уж и сложно. Бесткредит. Бизнес-кредиты на все случаи жизни. Он не предсказывает. Он прогнозирует возможные изменения или их отсутствие. Это Барометр.